Буду делать пневмодомкрас. Такую подушку купил от Scania. Вот ее номер 111 28 001 113 002 STX. Вот. У нее есть здесь крепление под болты. Стоимость подушки этой получается 2 тысячи 150 рублей. И еще пришлось купить вот такую всякую штуку дополнительно. Так как здесь резьба какая-то своеобразная, поэтому здесь, чтобы она туда включилась, мне пришлось поехать, где продаются запчасти для пневмоинструментов. Вот. Потому что здесь резьба, она не такая, сказали, что она здесь какая-то метрическая. Для этого купил вот такой механизм, который будет включиваться сюда. Сейчас я его посажу на суммуленту. Потом у него будет включиваться такой переходник, который тоже посажу на суммуленту. Потом будет одеваться шланг в быстросъем. Здесь будет выход в кран, выход на компрессор под евроразъем. И здесь вот такой переходник под шланг в быстросъемке. Здесь буду делать квадрат 60 на 40, наверное. Сварю каркас и он будет вот так вот ногами стоять. С этой стороны делаю резиновую подставку, чтобы он не скользил. Компоненты по пневматике вышли на 905 рублей. Вот эти вот кран с этими шпатерами и вот этот переходник. В сантехнических магазинах вот этот переходник я нигде не нашел. Там резьба чуть-чуть долгая идет. Конечно, можно было бы сразу угловую найти, но, к сожалению, таких нету нигде резьбы. Либо здесь надо нарезать даду резьбу. Чем вот этот хорошо быстросъем, то, что его можно повернуть в любую сторону. Высота теперь получается у него четыре с половиной сантиметра. Думаю, как раз квадрат 40 поставим плюс пластина металлическая. И получится как раз закроет все это быстросъем здесь. Так, вот квадрат, вот лист железа. Из них сделаю вот такую конструкцию. Сюда напьем домкрат. Сделаю сейчас две перемычки. Потом просверлю отверстие. Так, вот пневмат домкрат готов. Сделаю вот такой корпус. Здесь проверил. Ничего не мешает. Все проходит. Надо будет сюда еще перемычку сделать, чтобы стык куда-то на камне, чтобы он не отломил его. Сейчас будем проверять. Здесь на деревяшке подкладываем, чтобы компетировать разницу высоты машины. И еще деревяшку вот так подложим. Включаем насос. И начинаем качать. Открываю кран потихонечку. Начинаем косить. Когда накачивается, она вот выравнивается. Машину закрыл кран. Машину заднее колесо подняло. Переднее колесо почти что подняло. Тотянет тоже крутится. Тоже подняло. Разница в высоте. Отключается. Получается так же, как и рабочий ход. Там 20 сантиметров. Сейчас 35 с половиной получается. Отключаем. Быстросъем. Спускаем воздух. Замеряем еще раз. 23 с половиной. Можно так отпустить 2 сантиметра. Сюда еще брусок подложить. Но вот единственный минус. То, что она при накачке неровно сначала начинает качать. А потом все равно баллоны выравниваются. Нужно. Надо для безопасности ставить здесь. В ногу. Учения. С салон. Замеряем еще раз. Понимаете. Отключаем. здесь высота получается на скучном состоянии полностью 12 сантиметров сюда если резину еще транспортерный положить думаю сантиметр получится 13